всем привет сегодня у нас на обзорчике будут новые наушники от компании blitzwolf коробочка немножко изменила цвет теперь она красная раньше все коробочки от blitzwolf были зеленые но в этот раз либо они хотят подчеркнуть именно особенность данных наушников либо ребрендинг называется air а у м1 беспроводные наушники значит кейс наушников обладает аккумулятором 500 миллиампер сами наушники имеют на борту встроенный аккумулятор на 60 миллиампер работают до 10 метров оснащены bluetooth m50 работают 3-4 часа как ну как заявлено на коробочке есть инструкция на кучу разных языков кроме русского ну главное есть китайский если вдруг кому-то нужны характеристики то ставьте на паузу и вот они есть наушник весит 5 грамм сам кейс весит 108 грамм работают 2 вернее заряжаются 2 часа что наушники что коробка для хранения вот в общем-то по характеристикам все по комплекту у нас есть здесь есть у нас есть амбушюры ну и скорее всего кабель зарядки и он не тайп си он простой простой микро юсб амбушюрки у нас сменные в количестве трое штук всего так минус один уже есть большие это хорошо и есть маленький значит средние стоят уже на самих наушниках сам кейс кстати коробка довольно таки плотная оля xiaomi ранних лет до когда они делали из такого картона промышленного и реально ну такого вида промышленного картона и коробки были реально не убиваемые вот это сейчас тоже самое тут используется твердый картон здесь внутри поролон то есть то что если вы думаете что коробочка повредится при доставке можете не беспокоиться такого точно не произойдет значит сам кейс довольно таки приятный на ощупь это soft touch снизу у нас снизу слева есть микро юсби для зарядки и индикатор зарядки и заряда так на нижней части нас также продублирована модель к и тем шум токами которым мы можем заряжать 5 вольт 005 ампера кейс под магничный хочу сразу заметить минус угол открытия даже не 90 градусов и он все время норовит закрыться то есть если вот я так беру то получается здесь я под нажимаю и крышка сама закрывается то есть я я не специально нажимаю просто я его так держу то есть держать его желательно по бокам но если по бокам держать то открывать его неудобно в тоже магнит сильный и сложно открыть реально сложно удобнее так открывать но когда мы так открываем получается пальцами надо потом перехватывать чтобы взять удобно так есть один минус еще вижу минус вот эта полосочка красная я думал это будет вставка но это покраска так как бы мне вам показать что покраска неровная как вы видите видите она залезает на ну в общем она неровная мне кажется видно и это фигово так под магничные гнезда под сами наушники на контактная база закрыта пленочками это хорошо значит наушники не разрядятся во время транспортировки до вас подписаны левый правый на месте контактов так по идее bluetooth 50 должен коннектиться мгновенно так что это хорошо что он есть и тратить меньше энергии у нас есть вот такая резиновая нахлобучка на сам наушник которая не будет давать вам вашему наушнику скользить по уху вот так у нас выглядит место сеточки сеточка динамика да здесь стоят уже м с м и л размер то есть м очка уже стоит я наверное предпочел бы чтобы было все-таки побольше 4 кстати эти размеры меня устраивает на самом деле так ладно сейчас я это обратно поставлю здесь на сенсорное управление чтобы приконектиться надо просто вот и минус чтобы положить обратно наушники надо смотреть что написано l или r я положил в правый левый наушник и как вы видите он даже заряжается то есть нету разницы получается влево или вправо вы кладете но когда вы будете одевать их вам по-любому придется посмотреть кто из них левый кто и кто правый давайте теперь я похожу с ними послушаю ну и скажу свое мнение проходил с ними один одну одну зарядку полностью ну то есть не полностью зарядку наушников а зарядку именно кейса хватило их где-то приблизительно 50 часов заявлено 60 часов но все зависит от громкости на которой вы слушаете ну и скорее всего надо еще под раскачать к аккумуляторы ну наверное на самих наушниках я уже под раскачал но сам аккумулятор наверное кейсы я бы еще под раскачал потому что ну вот в общем полного заряда хватило где-то на 50 часов это довольно таки много так что могу сказать следующее мне не очень нравится вот это вот вот эта вот штучка использовать без нее довольно таки вообще неудобно потому что здесь вот такие вот штуки есть они в ухо врезаются и это неприятно так трансмарк здесь лежит не случайно потому что на данный момент это наверное самые любимые мои наушники и возможно просто из-за того что у них конструкция такая удобная по времени автономности они проигрывают потому что их хватает где-то на 17 18 часов здесь кстати в три раза больше ну почти в три раза больше здесь есть беспроводная зарядка здесь ее нету но это в общем-то когда вы в три раза дольше можете слушать музыку я думаю это в общем-то как-то не очень влияет подключаются быстро отключаются ну положили отключились сразу также хочу сказать что не очень удобно то что надо запоминать какой наушник вы положили но если вы например любите постоянно знать где во что то здесь в общем то проблем не будет если вы именно достали правый наушник и сразу же положили в правой правое гнездо левые достали сразу в левое положили то конечно проблем не будет но если вы такой любитель там поставили на паузы бросили в карман то конечно здесь уже будет проблемы надо будет постоянно смотреть какой наушник что к чему относится еще что хочу сказать по звуку звук довольно таки неплохой играют и по громкости и по звуку они мне наверное нравятся хорошие наушники по поводу транспорта здесь завышены басы вот здесь реально прямо по сравнению с этими здесь прямо басы завышены здесь такого нету по звучанию довольно таки неплохие остается только вам выбрать форму если вам нравится такая форма то что они красненькие лампочка моргает только пока коннектится когда при коннекции моргать перестает также ярким каким-то синим цветом не светится при зарядке они подсвечиваются красным ну не знаю на данный момент по цене данные наушники одинаково стоят и выбирать между ними сложновато потому что если кейс здесь да кейс неудобен тем что вот его надо держать потому что крышечка она сама закрывается норовится время закрыться и она магнитная и такая довольно таки тугая здесь проблема в том что я постоянно замечаю что у меня вот эта крышка она открыта вот и тут тоже в общем просто кидаю в рюкзак и вот когда достаю она почему-то открыта у меня ну также здесь кейс получается имеет меньше не меньше кстати по идее здесь у нас на 500 или на 600 мили на 500 миллиампер аккумулятор встроенный и здесь на 500 миллиампер аккумулятор встроенный но при этом вот этих наушников хватает реально мало а вот этих довольно таки долго тут прям сложная дилемма какие из наушников из этих я бы выбрал на данный момент наверное все таки вот эти только из-за того что у них подходящая к моим ушам форма и наверное это реально самый такой критерий который мне важен если вы уже пробовали подобные наушники и они вам подходят то скорее всего лучше взять вот эти пожертвовать беспроводной зарядкой зато у вас будет на три раза больше по времени работать данный наушник и наушники и в общем-то не такие уж сильные минусы ну и по звучанию они реально хорошие ссылочку оставлю под видео и на эти и на эти с вас жду лайки пишите комментарии у кого есть такие наушники ну может быть вы нашли еще какие-то минусы также хочу сказать что по звучанию это сугубо личное мнение потому что каждый по-своему воспринимает всем пока